Здравствуйте! С вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». В это время народу на пляже было относительно немного. Большинство отдыхающих еще спали в своих номерах после затянувшихся вечерних гуляний. Ну а море, в свою очередь, отдыхало от туристов, лениво облизывая волнами желтый песок и гальку. «Эй, красавица! Вах! Ты не работу случаем ищешь. Иди ко мне в павильон. Пирожки, блинчики, шавермы, беляши, чебуреки. Печем, жарим, парим. С голоду никогда не пропадешь. Еще и копейка в кармане будет!» Окликнул Дашу мужчина с ярко выраженной восточной внешностью. Она оглянулась и отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо, я еще поищу». Владелец торговой точки обидчиво поджал губы. «Ну давай, ищи. Да только все равно ко мне вернешься. На всем побережье вашего-то самая высокая почасовая ставка». Даша улыбнулась и пошла дальше. То тут, то там она видела объявление о свободных вакансиях. Спешить с выбором явно не стоило. Работы много. Главное выбрать то, что придется тебе по вкусу. Такую, чтобы моральное удовлетворение приносило. А стоять сутки напролет у раскаленной плиты Даша не хотела. И дело было вовсе не в том, что в недавнем прошлом она была медсестрой, а предполагаемая работа ей не нравилась. Вполне приемлемо. Ничуть не хуже всего остального. Дело было в другом. Просто с некоторых пор Даша стала непроизвольно терять сознание. Вот так. Идет себе по улице. Раз. Голова закружится и все. Вокруг уже прохожие суетятся. Водой на лицо брызгают скорую и вызывают. Да только без толку все это. Врачи и сами не знали, что с ней происходит. Случалось такое не чаще одного раза в месяц. Иногда интервал увеличивался до двух месяцев. И продолжалось это уже около трех лет. После того, как трагически погиб муж. Вот с тех пор с ней и случались обмороки. Врачи считали это последствием стресса, вызванного трагической гибелью супруга. Вот и просили соблюдать осторожность. А вдруг в пекарне у этого шо-то подобное произойдет? Нет. Слишком опасно. Даша уже обошла весь пляж вдоль и поперек. Да только ничего определенного так и не присмотрела. Разочаровавшись в морской романтике, она хотела было уже возвращаться обратно, когда услышала разговор двух представительных мужчин. Одеты они были по-пляжному, что не помешало Даше увидеть увесистые золотые цепочки на их шеях, браслеты с камешками на запястьях и массивные перстни. Не дать не взять, коммерсанты из девяностых. Эдакие лёлик и болик на новый лад. Двое из ларца, как говорится. Но привлекло в них Дашу совсем не это, а их разговор, в котором она, как медсестра в прошлом, услышала очень интересные для себя детали. «Ну и что с ней теперь делать? Да она же никого видеть не хочет. Уж сколько не бились. Каких только сиделок не нанимали. Всё бестолку. Всех извела». Начал один густым сочным басом. «Что делать? Да отдать в пансионат для инвалидов и дело с концом!» Возмущенно фыркнул второй. Даша поморщилась, мысленно сочувствуя незнакомой женщине, от которой хотят избавиться таким бесчеловечным способом. Сдать пансионат и умыть руки. «Да нет, нельзя же так. Она ведь наша родственница. А если мы её в приют для стариков сдадим, то наследство не видать, как своих ушей. Сам знаешь, тётушка за годы владения ресторанным бизнесом много чего в норке припрятала». Недовольно возразил первый из богачей. «Согласен. И что ж тогда делать? Где найти этой старушенцей нормальную сиделку? Такую, чтобы могла и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить?» спросил его собеседник. Стоящей в паре метров от них Даши стало всё понятно. Нагловатые родственники не хотят возиться с пожилой женщиной и думают, как бы поскорее отправить её куда подальше. Подслушивать этот разговор она явно не собиралась. Это вышло совершенно случайно, непреднамеренно. Она же не виновата в том, что эти богачи говорят в голос. А с другой стороны, что если ей предложить свои услуги? Она же медсестра. Пусть в прошлом, но всё же. А то продавец из неё явно не получится. Не её это. Душу ты не обманешь. Набравшись храбрости, Даша спросила. «Простите, я невольно подслушал часть вашего разговора, а вам что, действительно нужна сиделка?» Богачи с изумлением посмотрели на незнакомку. Кожа белая, что то молоко. А нос уже успел обгореть. Явно приезжая. Но что ей здесь нужно? Отдых или работа? «Абсолютно верно, дамочка. Нам и правда нужна сиделка, но только чтобы с опытом. Чтобы человек понимающий был. И без тараканов в голове», начал бизнесмен, который выглядел немного старше своего спутника. «А что значит без тараканов?» поинтересовалась Даша. Второй бизнесмен поморщился. «Ну, что значит, что значит? Чтобы сиделка с трассоустойчивой была. А то наша тётушка Людмила уж очень любит всякие козни устраивать. А ты, собственно, с какой целью интересуешься?» Даша смущенно опустила глаза, словно решила сосчитать песчинки под своими ногами. А потом тихонько ответила. «Мне работа нужна. Я медсестра, правда, бывшая. Но сиделкой работать смогу. Я в отделении для тяжелобольных работала. Так что таких, как ваша тётя, видела по десять раз на дню». Старший из богачей радостно ухмыльнулся. «Ну, так бы сразу и сказала. А то ходишь вокруг да около. Вопросики разные задаёшь. Если работа нужна, то какие проблемы? Адресок напишу и милости просим». «Да погоди ты адреса раздавать. Тут прояснить всё сразу нужно. Так сказать, на берегу». Грубо одёрнул спутника второй бизнесмен. «Ну ладно, выясняй. Но только потом не ной, что очередную сиделку профукали». «Спрашивайте, а что вас интересует?» Решив сголодить неловкость, спросила Даша. Второй богач с прищером посмотрел на неё. «Слушай, красавица, а ты чё это с насиженного местечка к нам на побережье подалась? Ну, море-то это понятно, а если на чистоту? Небось натворила чего у себя на родине, а? Так ведь?» Она покраснела до корней волос, но на вопрос всё же ответила. «Ну, можно сказать, что и натворила. Заведующим отделением поругалась. Против него пошла. Думала, правда, добиться, да только ничего, кроме увольнения, так и не получила». «Ну, это дело такое. Всяко бывает. А муж твой где, против не будет? Тебе же жить на объекте придётся. Ты в курсе?» Немного мягче продолжил допрос богач помладше. «А что, муж, погиб он уже три года как? Моряком был по полгода в море на рыболовецком судне. Попал в шторм и часть команды так и не нашли. Одни обломки на берег вынесла. «А что, жить в доме клиента придётся? Я не против. Только у меня детей трое. Старшим восемь, а младшим, сестричке и братику, четыре и пять соответственно». Тут же ответила Даша. После слов медсестры богачи задумались. С одной стороны, их всё устраивало, но с другой – трое детей. Багаж немалый. Впрочем, а что ещё им оставалось делать? Выбора ведь всё равно никакого не было. «Ладно, мы согласны. То, что ты с мелкими будешь, не такая уж и проблема. На крайний случай гостевой домик на территории есть. В общем, вот тебе адрес. Я Вова, это мой брат Сергей. Двойняшки мы, в общем-то». Старосельцева наша фамилия, не знаю, слыхал и нет. Вот от того так и похожи друг на друга. Ну, а клиентку твою зовут Людмила Григорьевна Самсонова. Приходи завтра к восьми часам. Да и детей прихвати, чтоб тебе сподручней было. Да не бойся, не обидим. Там, если что, до полицейского участка рукой подать». «А я и не боюсь. Хорошо, договорились. Завтра обязательно приду. Ответила Даша. Братья многозначительно ухмыльнулись и сухо попрощавшись направились в сторону платной парковки, где стоял их шикарный внедорожник цвета вороного крыла. Дарья проводила их взглядом, после чего улыбнулась и поспешила уйти с пляжа, который за это время успел ей порядком надоесть. Только сейчас она поняла, что отдыхать и работать на морском побережье это совершенно разные вещи. Одни нежатся на солнышке и получают бронзовый загар, другие обеспечивают им этот самый отдых. Продают ароматную кукурузу, коктейли, сладости и мороженое. А еще убирают в конце дня пляж, собирают шезлонги, делая все для того, чтобы отдыхающие в курортный сезон чувствовали себя комфортно. По пути к своему съемному домику Даша невольно погрузилась в размышления. Как там сейчас ее детишки? Уже проснулись? Понравилось ли им на новом месте? Ведь столько разговоров было о море. Настроение у Даши улучшилось настолько, что она купила себе мороженое в стаканчике и, сев на лавочку, задумалась о своем. Мысли плавно потекли вспять, вернув ее к моменту того, как она, под давлением жизненных обстоятельств, села в автобус и вместе с детьми отправилась к морю. Дорога извивалась, словно змея, невольно приковывая взгляд тех, кто ехал по ней впервые. «Мам, а нам еще долго ехать?» На правах старшего тихонько поинтересовался восьмилетний Витя. Даша с улыбкой посмотрел на непоседу. «Братик и сестричка уже давно спят, а он нет. Стойкий, боится пропустить долгожданное море». «Поспал бы, сынок, еще около часа ехать, дорога долгая, умаялся, поди». Витя нахмурился. «Не, мам, я так не хочу, лучше подожду, не маленький ведь». «Ох, кто бы спорил, упрямый-то у меня весь папу», с напускной серьезностью заметила Даша. При упоминании об отце Витя сразу погрустнел. «А я его плохо помню, мам, только на фотографиях». «Ну ничего, главное, что помнишь», смахнув набежавшую слезу, сказала Даша. Пейзажи за окном становились все живописнее, а близость моря уже явственно ощущалась в воздухе, попадая в салон автобуса через открытые окна. «Ну вот, наконец-то, прибыли!» Уведев издали побережье, облегченно выдохнула Дарья. Поездка далась ей нелегко, особенно, учитывая все предшествующие этому события, включая увольнение и скандал в стенах отделения для тяжелобольных. По большому счету, к возможному увольнению Даша была давно готова. А как иначе, когда тебе ежедневно приходится сталкиваться с ложью и несправедливостью? Нет, не со стороны пациентов, разумеется, совсем нет, а со стороны предприимчивого заведующего отделением Валерия Станиславовича Обрядчикова. К его махинациям с платными палатами и улучшенным сервисом для богатеньких Даша привыкла давно. Ну, что такого в том, что люди состоятельные хотят обеспечить своему родственнику уход и лечение класса люкс? Им-то сердешным и не в намек, что Валерий Станиславович лечил всех одинаково. Ну, почти одинаково, если быть точным. Курс лечения бродяги мало отличался от того, что прописывался родственнику влиятельного бизнесмена. Разница была лишь в окружении и обстановке, ну, то бишь, в палате. У бездомного это было помещение с выкрашенной краской стенами и белым от побелки потолком. А у богача уютное местечко с удобной кроватью, оснащенной ортопедическим матрасом, с телевизором и вай-фай-зоной. Имелся даже кондиционер, который включали в особо жаркие дни. И все бы ничего, да только в своем стремлении жить богаче, Валерий Станиславович переступил к последнюю черту. Стал присматривать одиноких людей с неизлечимыми болезнями с целью последующей моральной обработки. А мотив был один. Завещание на имя заведующего с отпиской на него домов, дачи и даже обычных гаражей. Ничем не брезговал ушлый Валерий. Домик в поселке захудалый, цены копеечной, да разве ж это беда, ведь есть еще участок под застройку и выход к реке, а там и до леса рукой подать. Стоит сказать, что откровенным криминалом Валерий Станиславович никогда не занимался. Никого не принуждал, не заставлял. По собственному выражению врача, он просто помогал одиноким больным людям сделать правильный выбор. Ну, то есть несчастному дедуле уже не нужно было ломать голову, кому оставить свою однушку в спальном районе. Валерий то тут как тут, вот он я во всей своей красе, но чем не наследник? Вы только фамилию его в завещании укажите, а дальше все пойдет как по маслу. Даша долго терпела произвол заведующего, а потом решила поймать на горячем и снять его на камеру смартфона. На дорогую технику в виде скрытых камер денег у нее отродясь не было, да и откуда им взяться? Вдова, дети и трое, ютятся в малосемейке родителей мужа, а свекровь волком смотрит, винит ее в смерти сына. В общем, спрятала Даша в палате свой старенький телефон и установила таким образом, чтобы съемку вести можно было. Напарница Наташа просила не делать этого, намекая на возможные проблемы для всего отделения, но Даша не послушала, поступила по-своему. Записала весь разговор заведующего с очередной одинокой бабушкой, владевшей дачей в коттеджном поселке. Записала, телефон в сумочку спрятала и пошла на разговор к Валерию Станиславовичу. А уж он-то ее душевные порывы оценил по достоинству и даже предложил долю. Дашенька, а чем ты недовольна, что не так? Или в отделении тебе работается плохо? Ну, кто тебе деньги на похороны мужа давал? А кто детишкам на Новый год подарки дарит? Правильно, я. А если тебе денег не хватает, так ты скажи. Я живо пару клиентов на наследство подборушу тебе, но только постараться придется. На жалость старичкам надавить, слезинку пустить. Даша побледнела. А при чем здесь деньги? При чем подарки? У нас вообще-то профсоюз, а заниматься обманом я не буду. Так и запомните, и пугать меня не стоит, у меня подстраховка есть. После слов медсестры Валерий Станиславович заметно оживился. Подстраховка, говоришь? Ну-ну, покажи-ка, что там у тебя такого интересного? Видео, на котором вы убеждаете пациентов составить на вас завещание, но покажу я его не вам, а главврачу клиники. Заведующий нервно улыбнулся. Ну, давай, давай, смотри, не просчитайся, а то ведь мое предложение обратной силы не имеет, и отыграть ситуацию будет уже нельзя. А я не собираюсь отыгрывать, просто хочу пресечь этот произвол на корню, довольно резко ответила Дарья. Заведующий проводил медсестру ненавидящим взглядом, а потом потянулся к трубке рабочего телефона. Даша же спешила к главврачу, чтобы показать ту самую злополучную запись. Анатолий Михайлович терпеливо выслушал ее, а потом попросил предоставить это самое видео. Вот тут-то Даша потерпела настоящая фиаско, поскольку по непонятной причине запись была стерта. Но медсестра готова была поклясться в том, что телефон снимал в режиме реального времени. Кто же тогда удалил запись? Я думаю, что после всего, что вы мне тут рассказали, двери нашей клиники для вас закрыты, клеветы я не потерплю и прощать вас не намерен, процедил главврач, давая понять, что ее песенка спета. Даша плакала. Билась в истерике, пытаясь понять, кто же ее так подставил. А Ларчик просто открывался. А ведь ее напарница Наталья уже около месяца состояла с заведующим отделением в любовной связи. Это при том, что Валерий Степанович был женат и воспитывал двоих малолетних детей. Именно Наташа, улучив момент, стерла ту самую запись с телефона Дарьи. Эх, и почему она тогда не взяла его с побоялась, что заведующий в парове гнева отберет. Глупо, что и говорить. Получив расчет, Даша поняла, что так больше жить нельзя. Но сколько можно терпеть нытье свекрови, которая то и дело намекает, чтобы Даша освободила их квартиру. Хотя сама Ангелина Борисовна предпочитала тактично не вспоминать о том, что сама подарила эту квартиру молодоженам на день свадьбы, приняла приоритеты и скинула со своих плеч овечью шкуру, став злобной волчицей. И никто ей не нужен. Ни Даша, ни внуки. Дарья долго терпела. Но после того, как свекровь пригрозила лишить ее родительских прав, собралась уезжать из города раз и навсегда к морю. Туда, где пляж, чайки, солнце и песок. Чтобы не заострять на этом внимании, Даша покачала головой, прогоняя тем самым все неприятные мысли. На соседних креслах автобуса сладко дремали Анечка и Матвей, даже не подозревая о том, что их путешествие подошло к своему логическому окончанию. К счастью, к этому моменту Даша уже решила вопрос с жильем и договорилась о съеме небольшого флигеля удаленно. Позвонила по объявлению, размещенному на одном из интернет-порталов и внесла предоплату. Рискованно, конечно, но с другой стороны, подстраховка. Вдруг ничего найти не удастся. Место было выбрано удачно. Рядом автобусная остановка, да и до моря рукой подать. Услышав, что автобус остановился, Анни и Матвей тут же проснулись и принялись помогать маме. Хотя, чем тут можно было помочь, когда огромные чемоданы раза в два больше них самих. Хорошо еще, что Даша взяла их на колесиках, да и ручка опять же. А вот Витя, самый старший, все-таки помогал маме. Вместе с ней тянул за ручку, чувствуя себя настоящим мужчиной. Даша улыбнулась, но комментировать действий сына не стало. Помощник и защитник подрастает, это же здорово, радоваться нужно. Увидев домик, в которой ей с детьми придется жить, Даша не смогла сдержать разочарованный вздох. Все-таки на фотографии он выглядел немного иначе, повыше и респектабельнее, что ли. Правда до моря и правда рукой подать, тут не поспоришь. Мам, а это что, домик дядюшки гнома? спросила Аня. Да нет, это теперь будет наш дом, ответила Даша и ускорила шаг. Хозяйка жилья Антонина Павловна оказалась приятной женщиной лет семидесяти, с добрыми серыми глазами и сетью густых морщинок в районе лба и щек. Впрочем, это ее не портило, совсем нет. Напротив, делала похожей на милую волшебницу из сказки. Вот только магической палочки не хватает и колпака на голове. Вот ваш домик. Не пентхаус, конечно, но жить можно. Предоплату за съем я не беру. Оплата по факту в первых числах каждого месяца. Начала Антонина Степановна. Даша кивнула, а потом тихонько спросила. «Скажите, а вам не сложно будет иногда с детьми моими приглядывать хотя бы одним глазком? Ну, не бесплатно, конечно. Они у меня хорошие, воспитанные». Женщина улыбнулась. «Присмотрю, что ж не присмотреть. У меня же своих внучат нет. Дочь на другой конец страны укатила к своему жениху, а сын, вот, по кривой дорожке пошел. Украл, выпил в тюрьму, как говорится». «Вот спасибо, Антонина Степановна, очень выручите», обрадовалась Дарья и тут же добавила. «Скажите, а как у вас с работой? Ну, вообще, что-нибудь стоящее можно найти? Сработай-то». «Ох, милочка, доработай здесь пруд-пруди. Правда, все с морем связаны. И подойдет далеко не каждому. Но, с другой стороны, на кусок хлеба всегда заработаешь. Летом-то уж точно», ответила пожилая женщина. Даша поблагодарила ее и отправилась разбирать вещи, но и обживаться. Ребята покорно шли следом, желая поскорее лечь в теплую постель. Ведь здесь в их распоряжении был целый диван, раскладной, на котором они собирались спать и смотреть радужные сны. Первым делом Даша искупала и разместила малышей, а уж потом занялась собой. Приняла душ, приготовила ароматный чай. Это Антонина Степановна угостила, на травах, сама собирала, вкуса неимоверного. Мысли Даши текли только в одном направлении, поиск работы. Вообще-то, по профессии она была медсестрой, но связывать свою жизнь с медициной не особо хотелось. Как вспомнят, что ее с позором уволили, так сразу сердце кровью обливается. А ведь Даша и вправду была не виновата. Хотя, чего теперь оправдываться, и так все понятно, после драки кулаками не машут. Свою первую ночь на новом месте она почти не спала. Да и как уснешь, когда не знаешь, что принесет день грядущий. Неизвестность всегда пугает, особенно, если учесть, что воспитываешь в одиночку трех малышей. Эх, был бы сейчас Егор рядом. Провалявшись на скрипучей кровати почти до рассвета, Даша тихонько встала и пошла на кухню. Там на скорую руку сварила кофе, а детям, как проснуться, приготовила их любимые бутерброды с сыром и сливочным маслом. Такие, что пальчики оближешь. Налила чая в термос и порезала дольками пару яблок на закуску. Уходя из дома, Даша оставила старшему сыну Вите записку, что вернется через пару-тройку часов. Причем писала ее печатными буквами, поскольку восьмилетний мальчуган мог прочесть ее только в таком формате. В случае каких-либо проблем или вопросов Даша просила сына обратиться к хозяйке флигеля, Антонине Степановне. Даша и ее дети ни разу еще не были на море. Мало того, даже не представляли каково это. Свежий, слегка солоноватый воздух, ласковый и порой даже чересчур солнце, а еще пляжи, катамараны, шезлонги и толпы отдыхающих. Но разве это не сказка? К этой поездке Даша и детишки готовились основательно. Не зря же загоди купили пару больших чемоданов, в которые поместили самые нужные вещи. Когда у тебя трое малышей на руках, то брать всего приходится по максимуму. В этот момент, словно желая подбодрить спящую молодую медсестру, солнце мягко коснулось ее щек своими лучиками, заставив улыбнуться и на мгновение приоткрыть глаза. Как оказалось, не спавшая всю ночь Дарья попросту задремала, сидя на лавочке. Эх, какие цветные и дивные воспоминания к ней пришли во сне. Словно кто-то нажал кнопку обратной перемотки записи, вернув ее в прошлое. А вот отмороженного, которое Даша все это время сжимала в руке, практически ничего не осталось. Его целиком слезал крупный рыжий кот, усевшийся рядом. У Даши же остались только воспоминания, в виде кусочка вафельного стаканчика, зажатого в пальцах. Ну ты обжора, хотя вы морские коты все такие наглые, шутливо пригрозила пальцем рыжику Даши. Кот согласно замурчал, а потом спрыгнул с лавочки и ленивой походкой сытого питомца направился в сторону ближайших домов. Скорее всего где-то там жили его хозяева, а на пляж котейка заходил как на промысел. Там кусочек пирожка перепадет, тут копченой рыбкой угостят. Эх, не жизнь, а малина. Даша улыбнулась и пошла домой. Хотя назвать домом этот приземистый флигелек язык не поворачивался. Но ничего. Кажется завтра они переедут в другое место. Туда где живет та самая богатая клиентка Людмила Самсонова. Войдя в дом. Даша тут же столкнулась с Антониной Павловной, которая вышла из комнаты, где находились дети. Ну как, нашла работу? Нашла Антонина Павловна. Завтра уже и заступать. Правда, нам съехать придется. Но флигель вы все равно за мной оставьте, мало ли что, я оплачу, с улыбкой ответила Даша. Хозяйка удивленно вскинула бровь. Ух ты, а куда это собралась? И где-то у нас в городке дают работу с проживанием. Дают, Антонина Павловна. Самой не верится, но дают. Я с сиделкой пойду, к Людмиле Самсоновой. Вы случаем не знаете такую? Спросила Даша. Она нахмурилась. А чего не знать-то знаю. Причем довольно неплохо. Королева ресторанов и местных кафе. Правда, сейчас отошла от дел. Детей нет. Управляющая Мегера редкостная. Дважды замужем была, а три года назад приезжего мужичка подцепила. Ну и быстренько от него забеременела. Чтобы не ушел, наверное. Так что этой Виолетты больше всего остерегайся. Очень уж она нехорошая дамочка, скажу я тебе. Спасибо, Антонина Павловна. Буду иметь в виду. Сдержанно ответила Даша. Хозяйка дома подумала немного, а потом добавила. А еще с племешами ее будь поосторожней. Они вообще-то парни бедовые. Наследство тетки на покой им не дает. Да вот только Людочка не дура. Чтобы чего не вышло, все свои сбережения детским домам и больницам завещала. Вот они и злятся. Все и ищут подходы к тетке, чтобы она завещание переписала. Ого, сколько вы всего знаете, Антонина Павловна. Прям голова кругом. Изумилась Дарья. Ну а как ты хотела? Городок небольшой, все про всех знают. Кстати, тебе если помощь с переездом понадобится, ты мне скажи. Ученика своего бывшего попрошу, Артему. Он у меня таксистом работает. На губах Даша заиграла милая улыбка. Обязательно обращусь. Вот прямо завтра с утра мне его помощь понадобится. Я города совсем не знаю. Пожилая женщина согласно кивнула. Правильно, Артемка воспитанник мой бывший. Я в детском доме считай 40 лет проработала. Правда сейчас приют как-то иначе называется, но суть не в этом. В прошлом Артем пилотом гражданской авиации был. Вертолетом управлял. Как-то раз в бурю сложный вылет осуществил, но на обратном пути до базы не дотянул. Вниз рухнул. На фермерское поле. Напарник выпрыгну из парашюта успел, а Тема пострадал сильно. Хромает теперь. В таксисты пошел, чтобы ноги с голоду не протянуть. Даша с уважением кивнула. Да уж история. А что, от хромоты избавиться как-то можно или уже все? Антонина павловна смахнула набежавшую слезу. Да можно, наверное. Вот только стоит это недешево. А квота? Квот на всех не хватает, сама понимаешь. Вот он и мается. Жена как узнала, что он в госпитале лежит весь израненный, так сразу на развод подала. Мол, зачем мне муж овощ? Да только Артемка выкарабкался всем назло. Деддомовцы они всегда сильные, жизнью закаленные. Даша поговорила с хозяйкой еще немного, а потом вернулась к детям. По правде говоря, за время ее отсутствия малыши успели порядком заскучать. Ура, мама вернулась! Радостно воскликнул Витя. Да тише ты, еще Антонину Павлу разбудишь! Шутливо пригрозила пальчиком Даша. Ну что, мам, нашла работу? Поинтересовался всегда любознательный Матвей. Нашла, дружок, и не просто работу, а работу с проживанием. И еще, вы будете мне во всем помогать, согласны? Витя с сомнением посмотрел на маму. А как же мы будем помогать-то? Мы же маленькие. Хотя я не против, а что делать нужно? Дарья с любовью посмотрела на сына. Ну что делать? Да почти ничего, Витя. Тебе просто нужно будет вести себя хорошо, пока мы будем жить в доме одной очень влиятельной тети. Ладно? Ладно, мам, как скажешь. Ну я-то точно не против. тут же ответил сын. И я, я тоже, воскликнул Матвей. И я, поддакнула Анечка. Даша улыбнулась и прижала малышей к себе. Господи, как мало нужно для счастья. Детский смех, тепло семейного очага и поддержка близкого человека. Эх, а ведь последнего-то у нее больше нет. Егорушка милый, погиб в пучине морской, забрало тебя море. Подумав об этом, Даша машинально коснулась пальцами висящего у нее на шее обручального колечка. Того самого со дня свадьбы, когда Егор лично одел его своей невесте. Смахнув набежавшую слезу, Даша принялась готовиться к завтрашнему переезду и грядущей работе. Как встретит ее эта богачка Самсонова? А вдруг не приглянется и получит отворот поворот? Впрочем, на работу-то Дашу принимали племянники Людмилы Григорьевны. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест, с улыбкой подумала Даша. На следующее утро, как и было запланировано, за молодой мамой с детьми заехал Артем, который, несмотря на свою хромоту, помог им с вещами. Взглянув на адрес, написанный на бумажке, он согласно кивнул и завел двигатель. В пути Даша и Артем разговорились и незаметно для самих себя ощутили взаимную симпатию. Артем вел машину уверенно и неторопливо. Водители встречных автомобилей не ругал, даже если они подрезали его или нарушали правила дорожного движения. Украдкой поглядывая на Артема, Даша невольно залюбовалась тем, как сдержанно он себя ведет, как подчеркнуто вежлив в общении с ней и детьми. Впрочем, наверное, так и должен вести себя каждый мужчина, выбравшись изю таксиста. А грубиянам и хамамам в этой профессии уж точно не место. Наконец, впереди показался нужный особняк. Вид дома настолько поразил семейство, что Витя даже не смог сдержать радостного возгласа. «Мам, а мы что, правда, здесь будем жить?» Она смущенно посмотрела на водителя, а затем ответила. «Ну, не то, чтобы жить, сынок, скорее работать. Поэтому, пожалуйста, умерь свой пыл и веди себя тихонько, как мышка, ладно? Мы ведь договаривались». «Хорошо, мам, буду нем как рыба», разочарованно пробурчал мальчишка. Поскольку сама хозяйка дома не могла встретить Дарью, это сделали ее племянники Владимир и Сергей. Увидев хромающего таксиста, они, понимающих, мыльнулись, но комментировать происходящее не стали. Когда-то они были знакомы, поскольку учились в одном классе. Но потом их пути разошлись, так как Артем всегда добивался всего сам. А эта парочка только и знала, что жила за счет поддачек своих родителей или богатых родственников. А вот и сейчас Вова и Сергей прибыли в дом своей тетушки. Причем сделали это явно неспроста. Ну ладно, Даш, я поеду. Если что, звони, телефон у тебя есть. Сказал на прощание Артем и сел за руль. По правде говоря, ему вообще не хотелось пересекаться со старосельцевыми, поскольку он не ладил с ними еще со школьных времен. Спасибо, Артем. большое спасибо. И обязательно обращусь, когда нужно будет съездить в город. Может, за лекарствами или еще зачем, ответила Дарья. Да не нужно тебе никуда ездить. Твое дело сидеть с нашей теткой и следить за ее здоровьем. А если что понадобится, ты мне скажи или Сереге. Ворчливо заметил Владимир. Даша покачала головой. Не то, чтобы она рассчитывала на какие-то любезности со стороны этой парочке, но все же их поведение вызывало у нее легкое раздражение. Тем временем Сергей открыл дверь и впустил Дарью детей внутрь. Малыши робко ступали по дорогому ковру, боясь совершить лишнее движение. Им казалось, что они попали в сказочную страну или, как минимум, в царский музей, в котором даже дышать нужно через раз, чтобы не нарушить установленную здесь атмосферу. Как выяснилось позже, Людмила Григорьевна Самсонова отдыхала в своей комнате, оборудованной по последнему слову медицинской техники. Здесь было все для того, чтобы пожилая женщина могла чувствовать себя комфортно. Различные датчики, аппараты для проверки состояния здоровья и даже инструменты для проведения несложных анализов. Имелся даже аппарат искусственной вентиляции легких и дефибриллятор, наличие которого вызвало у Даши искреннее изумление. Ничего себе, да тут целая больничная палата, полушепотом заметила бывшая медсестра. «А ты, думала, милочка, все по уму, знаешь ли, сам о себе не позаботишься, никто этого не сделает», ворчливо пробурчала хозяйка, которая до этого делала вид, что дремлет. Даша вздрогнула и смущенно посмотрела на Людмилу Григорьевну. «Ой, простите, я думала, вы спите». Пожилая бизнес-леди усмехнулась. «Нет, не сплю, дорогуша. Как тут поспишь, когда мои племяннички топают, как слоны, аж весь дом ходуном ходит». Владимир и Сергей переглянулись и покраснели, словно провинившиеся школьники. Из этого Даша сразу сделала вывод о том, что они боятся своей тетушки и готовы выполнить каждое ее указание, при условии, что это происходит на глазах их родственницы. Но стоило Людмиле Григорьевне отвернуться, как они только и думали о том, чтобы заполучить ее наследство. Подобное Даша уже неоднократно видела в стенах отделения для тяжелобольных. Там также разворачивались свои интриги и не все они были связаны с деятельностью мошенника заведующего отделением. Иногда в палату к больным людям приходили их родственники с нотариусами, которые просили переписать на них ту или иную недвижимость пока еще не поздно. Ситуация стара, как мир, что и говорить. Стоя перед Людмилой Григорьевной практически на вытяжку, Даша чувствовала себя неуютно. Новоиспеченной сиделке казалось, что она проходит кастинг в модельном агентстве, где ей предстоит бороться за звание мисс вселенная. Вот сейчас ее заставят пройтись по комнате, потом улыбнуться, чтобы показать состояние своих зубов. «Хорошо еще, чтобы по собачьи лайт не просят», с иронией подумала Даша. Словно прочитав мысли гостей, Людмила Григорьевна улыбнулась и сказала «Ну что, застыла? Располагайся, обживайся. Я смотрю, ты не одна, с детьми?» Даша смущенно посмотрела на Владимира и Сергея, которые тут же отвели взгляд. «Ну да, с детьми. Мне сказали, у вас есть гостевой домик или я ошиблась?» спросила Даша. Людмила Григорьевна усмехнулась «Абсолютно верно, мелочка. Все так и есть. Можете располагаться в нем и чувствовать себя как дома. Да, и не подумайте, что я старая ведьма, буду против присутствия малышей. Совсем нет. Дети это наше будущее, а потому нужно всегда заботиться о них, не жалея никаких сил». От слов пожилой хозяйки у Даши заметно потеплело на сердце. «А все-таки неплохая она это, Людмила Григорьевна. Ну и что с того, что строгая? Видимо, жизнь слишком многому в свое время научила, потому и не доверяет людям». «Ну раз тебя все устраивает, тетушка, то мы с Серегой покинем вас, у нас дела», заявил Вова и облегченно выдохнул. До этого он вел себя крайне нервозно, очевидно бояясь, что Людмила Григорьевна снова раскритикует новую сиделку и прогонит ее за шеей вместе с племянниками. Но вот Даша по какой-то необъяснимой причине понравилась пожилой богачке и она остановила выбор именно на ее кандидатуре. В глубине души Дарья подозревала. Симпатия со стороны клиентки была вызвана наличием у нее детей. Конечно, это были только ее предположения и судить наверняка она не могла, но с другой стороны прекрасно понимала, что в таком возрасте понянчить внуча для Людмилы Григорьевны было бы самое то. А еще Даша показалась, что клиентка буквально читает ее мысли, понимает с полуслова. Как только ее племянники покинули комнату, Людмила Григорьевна посмотрела на Дашу и сказала, «Ну, чего стоишь как вкопанная? Присаживайся, сейчас чай будем пить. Расскажу тебе, где что в доме находится, а уж потом расскажешь о себе. Что да как, почему сюда приехала? Я же вижу, ты не местная. Вон, загар совсем нет, и нос уже успел под солнцем облезть. Как всегда бывает у приезжих, уж я-то знаю». Даша улыбнулась и тут же ответила, «Да, хорошо, сейчас приготовлю чай и вернусь. А еще детям своим тоже чай приготовь, у меня в шкафчике есть сладости, конфеты и шоколад, в общем, все, что нужно, что же они, голодные будут с дороги», бросила вслед пожилая бизнес-леди. Даша улыбнулась, все еще не веря в то, что ее приняли так тепло. К огромному удивлению Дарьи, Людмила Григорьевна оказалась нормальной женщиной со здравым взглядом в разговоре она ничего не утаивала и называла вещи своими именами. «Я же все понимаю, Даша, но что ты, человек в этом деле случайный?» Зная, что раньше Вовка и Сергей пытались мне навязать своих сиделок, которые перед этим хорошенько инструктированы были о том, что следует делать, представляешь? Каждая из этих прохвосток рано или поздно заводила со мной разговоры о наследстве, тем самым как бы мягко подталкивая меня к тому, чтобы я переписала все на Вовку или Сережку. «А я этого не сделаю никогда, они оболтусы и лентяи», заявила женщина. Даша улыбалась и смущенно пожимала плечами. А что еще могла сказать молодая сиделка, когда она действительно не имела никакого отношения к этим делам? Пусть богачи сами между собой разбираются, ее дело маленькое ухаживать за больной женщиной и следить за ее самочувствием. Незаметно для самой себя, Даша разговорилась и рассказала Людмиле Григорьевне о своей жизни и о том, как ее уволили из отделения. Бизнес-леди слушала молча, лишь изредка вставляя свои едкие и объемные замечания. Да, уж глупо ты поступила и в первую очередь потому, что телефон с собой не взяла. Хотя оно и понятно, на порядочность своей коллеге понадеялась, а оно, видишь, как вышло. Она же за твоей спиной шашни с заведующим крутила. Хотя, да не переживай ты, таких людей жизнь сама наказывает. Вот увидишь, получит она еще свое рано или поздно, хотя лучше раньше, чем позже. Глядишь, остаток жизни нормальным человеком проживет. Даша покачала головой. В глубине души она не верила, что заведующего отделения Валерия Станиславовича возможно поймать за руку, либо привлечь к ответственности. Да и сама медсестра Наташа была за ним, как за каменной стеной. Круговая порука. Такие вещи всегда сложно выводить на чистую воду. К огромному облегчению Дарьи ухаживать за пожилой дамой оказалось намного легче, другими пациентами на ее прежней работе. На поверку Людмила Григорьевна оказалась милой и доброй, совсем не капризничала и стойко терпела все положенные процедуры. Впрочем, процедур было этих не так уж много. Измерить давление, проверить уровень сахара в крови. Поскольку у Людмилы Григорьевны не было инсульта или нарушения опорно-двигательной системы, для Даши оставалось загадкой, почему она не может ходить самостоятельно, отчего постоянно лежит и прикована к постели, находится в одном положении сутки напролет. Естественно, при наличии такого оборудования и противопролежнего матраса для Людмилы это было несложно. Но с другой стороны, Даша не могла понять, что же на самом деле происходит с ее подопечной. А вот детям Дарьи в доме Людмилы Григорьевны очень понравилось. Во-первых, он был очень большим. И здесь можно было без тени смущения играть в прятки и другие шумные игры, которые несказанно радовали хозяйку. Поначалу, Даша думала, что Людмила Григорьевна будет требовать тишины и спокойствия. Но, как выяснилось позже, женщина наоборот, просила, чтобы дети играли и радовали ее своим заразительным смехом. Для этого Людмила Григорьевна даже заказала в онлайн-магазине разные дорогие игрушки и конструкторы с доставкой на дом, чтобы малыши могли играть ни в чем себя не ограничивая. Ой, спасибо вам. Если вам не сложно, то я плачу это после первой зарплаты, смущенно пробормотала Даша. Людмила Григорьевна улыбнулась. Да ну, перестань. Тут сумма такая, что тебе и за полгода не отработать. Забудь, это тебе мой подарок. Точнее, даже не тебе, а детям твоим. Хорошие они у тебя, Даша. Я-то сама не мать, детей у меня нет, но я же все чувствую сердцем, понимаешь? В глазах Даши заблестели слезы. Подобные отношения со стороны клиентки она видела впервые. Обычно пожилые люди прижимистые и стараются экономить каждую копейку, а вот Людмила Григорьевна на поверку оказалась не такой. Естественно, объяснить это можно было ее не очень хорошим состоянием и одиночеством. Да вот только Дашу уже приходилось сталкиваться с очень богатыми людьми, которые тряслись над каждой копейкой, боялись переплатить лишнего, надеясь на то, что их не обсчитали на кассе. К радости Даши, в первый же вечер работы ей позвонил Артем. Он в свойственной ему спокойной манере справился о состоянии своей новой знакомой и о том, как приняла гостей хозяйка дома. «Все хорошо, Тем, правда, Людмила Григорьевна добрейшей души человек, и вообще не верь тому, что они рассказывают», с улыбкой сказала по телефону Даша. «Ну вот и здорово, я рад за вас. Ладно, не буду отвлекать, звони, если что, буду держать за тебя кулаки», с нежностью в голосе сказал Артем и прервал звонок. С тех пор они стали созваниваться каждый вечер. Людмила Григорьевна относилась к этому с пониманием и никогда не ворчала, когда Даша пропадала из видимости минут на десять-двадцать, уходя в другую комнату. Она понимала, Даше тяжело одной растить детей, а потому ее измученное одиночеством сердце тянулось к таксисту, как нежные побеги стремятся занять свое место под солнцем. Незаметно пролетела неделя, за время которой не произошло практически никаких неприятных событий, а на восьмой день к Людмиле Григорьевне приехала управляющая по делам ее бизнеса. Увидев новую сиделку, Виолетта презрительно скривила губы. А это еще что за простушка с крестьянским лицом? И что за детский табор там внизу? У вас что теперь новая терапия? Лечим недуг с детьми? Людмила Григорьевна нахмурилась. Послушай-ка, милочка, прикуси язычок. Это Даша, моя новая сиделка. И впредь я прошу тебя вести себя более сдержанно и следить за своей речью. Поняла? Иначе я живо другую управляющую найду. Мне, знаешь ли, кобылки с таким норовом и даром не нужны. Щеки виолеты стыдливо вспыхнули. Особенно при упоминании хозяйкой слова кобылка. Простите, Людмила Григорьевна оговорилась, попыталась оправдаться управляющая. В общем, так, я тут прикинула, что к чему. И планирую увеличить закупки в нашем ресторане. Курортный сезон обещает быть успешным, значит, мы должны быть готовы к этому. Людмила Григорьевна улыбнулась. А вот это уже не тебе решать, увеличивать закупки или нет. Если я сказала, что мы работаем по прежней схеме, значит, работаем по прежней схеме. Ты, наверное, запамятовала. Весь наш бизнес расположен на побережье, а тут, знаешь ли, всякое бывает. Вот приключится шторм, и народ с курортов домой повалит, и что тогда? А вдруг задождится на несколько месяцев, бывало ведь и такое. Так что, знаешь ли, береженого бог бережет. Виолетта обидчиво закусила губу, а потом с ненавистью посмотрела на Дашу, словно это она была виновата в том, что начальница отчитала ее, как провинившуюся школьницу. Хорошо, Людмила Григорьевна, все сделаю, можете даже не сомневаться. Тоном полным уважения процедила управляющая и тут же покинула комнату. Даша вздохнула с облегчением. На самом деле, она понимала, Виолетта просто позавидовала ее дружеским отношением с Людмилой Григорьевной. А еще, Даша знала, что никогда не предаст свою подопечную, всегда будет рядом, чтобы помочь ей в трудную минуту. Перехватив удивленный взгляд Даши, Людмила Григорьевна пояснила, «Ты, в общем-то, не обращай на эту пигулецу особого внимания и не бойся. Если что, смело давай ей отпор. Виолетта, конечно, не подарок, но в бизнесе ей нет равных. Я впервые таких ушлых людей встречаю. Ох, и умеет она дела проворачивать, скажу я тебе. Причем там, где деньги сделать, казалось бы, просто невозможно. Там подмажет, здесь взятку даст. В общем, управленец она хороший. Правда, в ежовых рукавицах Виолетту держать приходится, особенно после того, как она замуж в третий раз вышла. Ты же, наверное, слышала об этой истории? Даша нахмурила брови, припоминая рассказ Антонины Павловны. Да, вроде бы слыхала. А что-то она с мужчиной каким-то сошлась три года назад и родила от него. Так? Людмила Григорьевна согласно кивнула. Да-да, все так. Только подробности всех многие не знают. А я сама, понимаешь, в курсе всех дел была. В общем-то, мужа своего, Виолетта, считай, на помойке подобрала. Да-да, на помойке с разбитой головой и с собирающим объедки из мусорных контейнеров. Уж не знаю, чем он там ей приглянулся, да только забрала она его к себе. Выходила, а потом и женила на себе. Такие дела. Дарья с недоверием покачала головой. Вот вы говорите, выходила. А он что, больным что ли был? Зачем Виолетте больной муж? Людмила Григорьевна с изумлением посмотрела на свою сиделку. А я смотрю, у тебя мозги тоже варят, милая. Правильные вопросы задаешь. По правде говоря, мне и само это неведомо. Вот чувствую, что есть у Виолетта в этом деле какой-то интерес. Странной она какой-то стала. Особенно после того, как вышла замуж за этого бродягу. Я, конечно, на свадьбу не приходила. Так отправила подарок в конверте и путевку на отдых. Вроде как лучшая сотрудница. Поддержать нужно в такой ответственный момент. Даша слушала Людмилу Григорьевну и не верила своим ушам. Все в городе считали ее чуть ли не цербером в женском обличии. Она дарит путевки сотрудникам заботится об их благополучии и швыряется деньгами направо и налево, совершенно не требуя чего-то взамен. Незаметно пролетела еще неделя, которая лишь укрепила доверительные отношения, установившиеся между хозяйкой и сиделкой. В какой-то мере Даша даже полюбила свою работу, которая раньше не придавала большого значения. дарья. Но, казалось бы, все совсем хорошо. Если бы ни один случай, который приключился сразу после того, как Дарья получила аванс за две недели работы. Тогда к ней во дворе подошел Владимир Старосельцев, который отвел ее в сторонку и сказал, «Слушай, Даш, тут дело такое, я смотрю, ты тетке-то нашей приглянулась, прям как племенница стала». Дарья удивленно вскинула бровь. «Ну, возможно, а что такое?» Бизнесмен стиснул зубы, подавив приступ раздражения. «А то, что теперь уже тебе нужно нам помочь. Мы же тебя пристроили, считай, как у Христа за пазухой живешь. В общем, так, твоя задача сделать все возможное, чтобы завещание указала. А то, ишь, деньги каким-то прохвостом отдать готовы, детским домам и приютам для бездомных. Они там и без нас разберутся, а нам с Серегой деньги позарез нужны. Мы с ним бизнес расширять планируем, гостиничный комплекс думаем открыть». Даша тут же спросила. «Ну, а я здесь при чем?» «Пожалуйста, запомните, раз и навсегда я ни о каких услугах просить не буду. Делайте, что хотите вплоть до увольнения, но на помощь завещаниям даже не рассчитывайте». Лицо Владимира побагровело. «Да ладно, не строй себя недотрогу. Думаешь, я тебе справки не наводил? Я же созвонился с твоим заведующим отделением. Он о тебе мне такую рецензию отвесил. Рассказал, что ты за птицей и что из себя представляешь. В общем, смотри, не просчитайся, а то потом поздновато будет». В глазах Дэши заблестели слезы. Она оттолкнула от себя бизнесмена и убежала в дом. В тот вечер Дарья была молчалива и почти не общалась с Людмилой Григорьевной, боясь выдать себя неловким словом. Стоит сказать, что бизнес-леди сразу заметила перемены в поведении сиделки и терпеливо ждала, когда та созреет, чтобы выложить все, как есть. Но когда этого не случилось, Людмила Григорьевна перешла в атаку. «Дашуль, если тебя что-то беспокоит, ты не молчи, поделись. Я же знаю, ты о чем-то говорила с моим племянником. Ну, признавайся, чего он там хотел? Опять, наверное, просил помочь переделать завещание». Даша с удивлением посмотрела на Людмилу Григорьевну. «А как вы могли видеть, что я с ним разговаривала? Ведь окна вашей комнаты выходят совсем на другую сторону?» В комнате повисла неловкая пауза. Казалось, что Даша слышит биение собственного сердца. Людмила Григорьевна заметно смутилась, а потом воровато посмотрела по сторонам. «Да уж, вот уж не думала, что меня собственная сиделка раскусит. В общем, так, ты только не говори никому. Притворяюсь я, чтобы вывести крота в своей компании на чистую воду. Подозреваю, что Виолетта спелась с моими племянниками, вот и разыгрываю себя тяжелобольную, а сама на два хода вперед свои действия продумываю». От удивления Даша едва не лишилась чувств. Все это время она думала, что ухаживать за больной, угасающей женщиной, а оказалось все совсем иначе. Впрочем, осуждать она не имела никакого права, поскольку за свою работу получала неплохие деньги, а еще имела хорошее бесплатное жилье для себя и детей. «Никому не говори, даже детям, пусть это будет нашей с тобой тайной», прошептала Людмила Григорьевна. Даша согласно кивнула, все еще не переставая удивляться превратностям судьбы, которые привели ее в этот богатый дом, полный тайны семейных загадок. На следующее утро к Людмиле Григорьевне снова приехала управляющая, только на этот раз Виолетта была уже не одна, а вместе со своим мужем Павлом. Помня о том, что женщина ее недолюбливает, Даша решила уйти в другую комнату, чтобы не присутствовать в этот момент при разговоре. К сожалению, так уж вышло, что Людмила Григорьевна все равно попросила ее остаться. Через минуту в комнату вошла Виолетта в шикарном дорогом платье вместе с мужчиной в деловом костюме. Скорее всего, она просто решила постепенно ввести супруга в высшие света бизнес-элиты, хотя вышло это довольно комично и коряво. Взглянув на лицо мужа Виолетты, Даша едва было не лишилась дара речи. «Нет, этого просто не может быть», пронеслось в ее сознании, когда она медленно осела на пол и лишилась чувств. Судя по всему, в этот момент с ней случился тот самый приступ, который происходил с ней не чаще одного-двух раз в месяц. Увидев сиделку Людмилы Григорьевны, Павел вдруг побледнел и схватился за сердце. «Что-то не так? Почему вы так поменялись?» с удивлением спросила бизнес-леди. Гость покачал головой, а потом с громким криком покинул комнату. Все еще не понимая, что происходит, Людмила Григорьевна прекратила ломать комедию и встала с постели. Подойдя к Даше, она стала брызгать на ее лицо водой, приводя в чувство. От удивления Виолетта замерла на месте как вкопанное. «А я думала, вы болеете». Думала, не думала мне до лампочки. «Здесь я за всех думаю, а твое дело вовремя исполнять мои приказания». Проворчала хозяйка, все еще пытаясь помочь сиделке прийти в себя. К счастью, вскоре ей это удалось, и Дарья медленно открыла глаза. Посмотрев на Виолетту, Даша сказала, «Ваш муж, Павел, это же Егор, да? Это же мой муж, который погиб три года назад во время несчастного случая на море. Тогда же шторм был, да?» Ответа не последовало. Поскольку поврас побледневшему лицу Даши, Виолетта сразу поняла, что столкнулась с бывшей женой своего третьего мужа, которого она когда-то подобрала на морском побережье с разбитой головой и расстройством памяти. Чем именно ей приглянулся тогда Егор, она сказать не могла. Наверное, имела место обычная любовь с первого взгляда. И, скорее всего, повинуя сильнейшей симпатии, она выходила Егора, внушив ему мысль о том, что он ее жених. На самом деле, память вернулась к Егору только через год, когда Виолетта уже забеременела от него и родила ребенка. Бывший моряк осознал, вернуться домой в таком случае он уже не может, поскольку связан обязательствами с властной женщиной по имени Виолетта. С другой стороны, жизнь Егора теперь сложно было назвать плохой, поскольку в нее вошел достаток и большие, очень большие деньги. С каждым днем Паша, он же Егор, все меньше и меньше думал о своей жене, привыкая к жизни с Виолеттой. Тем более их связывал общий ребенок, которого молодой моряк полюбил всем сердцем. Я не дам тебе забрать у меня Егора, слышишь? Тем более, что он теперь Паша, а еще у него другая фамилия, и ты не сможешь ничего доказать, твой муж умер и точка, закричал его весь голос Виолетта, но Даша лишь покачала головой. Я и не собираюсь его забирать, убирайся вместе с ним. Все эти годы я думал, что он умер, ходила к нему на могилку, приносила цветы, а ведь сама прекрасно знала, что мы хоронили пустой гроб, тело-то не нашли. Егор, все это время жил как сыр в масле и нежился в твоих объятиях. Не желая больше говорить на эту тему, Виолетта презрительно фыркнула и выбежала из комнаты вслед за мужем. Людмила Григорьевна покачала головой, а затем в полголоса сказала, да уж, интересно, я думала все в жизни повидала, но что бы такое? Это ж надо было до такого додуматься, мужчину из чужой семьи увезти и внушить ему, что он ее муж. Хотя Егор тоже хорош. Когда память вернулась, ну мог бы семье-то весточку подать, а он нет, затихарился и денежком новой жены радовался. Даша грустно вздохнула, радуясь, что дети не видели, как дом Людмилы Григорьевны покинул их покойный отец. После этого случая бизнес-леди перестала притворяться больной и вновь вернулась к ведению своего дела. Она также уволила Виолетту, которая, как выяснилось чуть позже, планировала захватить ее бизнес вместе с племянниками пожилой бизнес-леди Володей и Сережей. Однако те сразу открестились от всего, но обмануть свою тетку так и не смогли. Даша же вместе с детьми осталась жить в доме Людмилы Григорьевны, став ей кем-то вроде помощницы и личной медсестры в одном лице. Когда того требовали обстоятельства, Даша измеряла ей давление, ворола пробы крови на анализы и помогала в домашних хлопотах. А вот загадочные обмороки Дарьи прекратились так же внезапно, как и начались. Наверное, узнав тайну мужа, она успокоилась, приняла действительность такой, какая она есть. К радости Даши и Людмилы частым гостем в их доме стал Артем, который очень понравился пожилой хозяйке, знавший о его нелегкой судьбе и травме полученной при крушении вертолета. И именно Людмила Григорьевна решила оплатить бывшему пилоту дорогостоящую операцию на колени, чтобы он смог наконец избавиться от хромоты и зажить нормальной жизнью. При этом Даша об этом даже не просила, поскольку всегда бережно хранила их женскую дружбу. А через полгода, когда Артем окончательно пришел в себя после операции и прошел реабилитацию, он сделал Даши предложение руки и сердца. Свидетелями этого радостного события стали Людмила Григорьевна, Анна, Матвей и Витя. Не сговариваясь, они в один голос одобрили выбор Даши, которая приняла из рук Артема коробочку с крохотным обручальным кольцом. Глядя на разрумянившуюся Дашу, Людмила Григорьевна улыбнулась и мечтательно задумалась. Мысленно, вернувшись во времена своей молодости, она вспомнила, как точно так же, как и Дарья, начинала семейную жизнь с любимым, желанным мужчиной, наперекор судьбе, трудностям и людской зависти. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго.